Бизнес-консультант. Сегодня я хотел рассказать и расскажу про то, с какими задачами и проблемами сталкивается бизнес-консультант в своей жизни. Ну и в принципе, что это за профессия. Когда начинаешь? Хорошо. Ну, обычно, когда вот такой алгоритм не работает, начинаю задумываться, что же делать. И как же быть? Пытаюсь найти того, кто решает проблемы и вообще что-то делает. Но обычно почему-то спрашивают у родственника, у знакомого, кого угодно, но не ищут бизнес-консультанта. Когда меня спрашивают, кто я по профессии или кем я работаю, в общем, выясняется, что кто такой бизнес-консультант, непонятно. Кто он, что он делает, зачем он вообще присутствует и какая его функция. Если я начинаю рассказывать, ну, я отвечаю на вопросы определенного рода по организации, управлению, в общем, на меня смотрят глазами. Я потом говорю, я решаю проблемы. Они говорят, а, да, да, хорошо. А какие проблемы ты решаешь, какие там проблемы бывают? Я говорю, ну, проблем бывает довольно много, разнообразно. Решаем мы их радикально. В первую очередь, это проблема, скажем так, почему надо вызывать консультанта. Очень много проблем решить изнутри почти невозможно, их не видно. А такой свежий взгляд внешней стороны, он, в общем-то, сразу же определяет, говорит, вот здесь проблема, вот здесь проблема, посмотри сюда, и сам, в общем-то, я решаю. То есть, очень часто все заканчивается чистой консультацией, что бы там у меня было. Но самые частые проблемы, которые решаются не консультацией, это, допустим, не хроническое, не краткое время. И если специальное предложение планеты Венеры не работает, то тогда берется там тайм-менеджмент, организация, или там построение каких-то определенных правил на фирме или там в работе. Другой его вопрос, это когда все делают не так, примерно, как на этой картинке. Особенно мне нравится, как задают клиенты. Потому что обычно так и бывает, а как все происходит, это, конечно, ужас. И начинаем разбираться, кто что делает, кто за что отвечает, какие должностные инструкции у него, какие вообще навыки. Потом планирование не работает. Они там что-то делают и всегда говорят, не успеваем, это фактически невозможно. Мы всегда все сроки, ну, все уходит в никуда. Ну, если, по-моему, чуть сложнее такого, действительно, надо немного постараться. С этим тоже работают бизнес-консультанты. Ну, и там, хороший вопрос, это рост бизнеса. Многие люди думают, что если нанять больше продавцов, то и продажи вырастут. Или там больше производителей, производства вырастут. Но мир немножко сложнее, чем кажется. То есть, вот, как бы, с шаром сферический, сверху радиус меньше. Поэтому лететь проще. Ну, и то же самое с развитием бизнеса. Наймете больше людей, это наймете больше проблем. Напряженность между делами довольно часто и явление. И решить без бизнес-консультанта тоже довольно сложно. Просто потому что на бизнес-консультанте как минимум можно все свалить. То есть, сказать, вот это вам. Он пришел, он что-то тут насоветовал, давайте мы объединиться против него, и все будем дружить, и все будет хорошо. Тоже один из вариантов. Как развить на свой бизнес? Ну, да, у людей всегда перспектива немного размыта, и поэтому им надо построить хорошее планирование, там, маркетинг, узнать их рынок, и, в общем-то, определить, что им понадобится в будущем. Но, в общем-то, не все, как бы, работа у бизнес-консультанта безоблачная такая. Очень много возражений на тему, значит, ты можешь, ты умеешь, ты знаешь, и вообще всевозможные сомнения в профессионализме. Основные возражения, которые встречает бизнес-консультант, чтобы вы сразу знали, это, я и так все знаю, я построил свой бизнес, я построил, я сделал, я вот точно знаю, как все должно быть. Но долгий путь начинается со слов, я знаю, короткую дорогу. Вот обычные, когда он вырастает, бизнес вырастает, там, допустим, 12 человек, 17 человек, 25 человек, это определенные, там, категории, когда все надо поменять, прошлая схема не работает. Еще одно такое возражение, я как только освобожусь, сразу приду к бизнес-консультанту решать свои проблемы. Вот этот человек завтра-мэм. У нас он очень часто встречается, и у него все будет сделано, но завтра. И я говорю, окей, завтра будет сделано, завтра будет ваша прибыль, счастье, и все будет завтра, вот как только освободитесь. Еще, говорят, у меня нет времени, ну, там, на встречу, на работу, на еще какие-то дополнительные, у меня и так много задач. В общем-то, чаще всего это причина. Всех неприятностей это в неправильном, в общем, систематизации своего времени, а не в том, что, там, его не хватает. Он в 24 часа, как у всех. Главное, хорошо систематизировать и разделить. Вот. Тоже любимый ответ всех, все уже делается. То есть, у меня на фирме уже все исправляется, и это всегда квалифицированные люди, четко по инструкции, правят все как надо. Снова раздался им указание, они сейчас все починят. Выясняется иногда, что совсем не так, что делают они совершенно другие вещи. Еще люди любят рассказывать, что у них бизнес совершенно уникален, и, в общем-то, никогда никто с таким не встречался. Вот. На что я всегда спрашиваю, люди продают людям? Я говорю, да, неплохо, я уже разбылся. То есть, бизнес-консультанты, как бы, они, в общем, общего плана могут быть. Маркетинговые консультанты, они конкретного плана, они работают с рынками. А бизнес-консультант менеджерского, допустим, порядка, они работают, ну, как бы, в общем плане, в управлении. Еще один любимый такой отговорок, это я не готов, я подумаю. В принципе, тут даже сказать нечего, лень мне что-то про это рассказывать, как и здесь. Потому что надо что-то делать, всегда. Бизнес-консультант должен знать, ну, чтобы было понятно, кто это за профессиональный. Он должен знать маркетинг, он должен знать менеджмент, психологию, теорию решения изобретательских задач, то есть, нестандартные подходы к решению, и принципы аналитического мышления, то есть, разбираться в логике, там, в различных видах интеллекта и тому подобное. Правильный консультант должен оставить после себя внимание не какой-то ответ, не какое-то там конкретное предложение, а систему, которая будет давать определенные ответы и решать определенные задачи постоянно без его участия. Фактически его цель стать не нужна. То есть, это хороший бизнес-консультант. Если консультант привязывает к себе, как психолог на консультировании по Фреду, то есть, там, на лет 40, то это нехороший бизнес-консультант. К хорошему надо обращаться с разными вопросами. Ну, в принципе, все, что успел за 6 минут 20 секунд, сказал.